Отец. Статья 2019 год номер 7, 6679, 20 февраля 2019 года. Отец, отец, отец. Отрывок из романа «Хлеб горьких лет. Литература». Проза Николая Илюмженова. Красноармеец Илюмженов Даржа Эрнинович с боевым другом. Г. Донбасс. 1944 год. Теге. Отец. А в тайге стоит тишина. Из советской молодежной песни. По чистой случайности или по Божьей милости при депортации всех нас в Сибирь у меня в кармане пиджака завалялся солдатский треугольник письмо от отца с фронта. Оно было обнаружено мной лишь по прибытии на Мазульский рудник, когда наша одежда сдавалась на прожарку от вшей. Не откладывая дело в долгий ящик, я тогда сразу же написал по указанному на треугольнике адресу небольшое письмо отцу на фронт. В нем, кроме приветов от меня, мамы и Зои, было короткое сообщение о том, что произошло с нами. Много я писать не стал, так как знал со слов отца, что если напишешь лишнего, то письмо может не дойти либо придет все исчерканное кем-то. Спустя некоторое время мы получили от отца ответ. Он сообщал нам, что жив-здоров, бьет ненавистных фашистов и просил маму беречь нас и себя. С тех пор, на протяжении двух лет его солдатской жизни, наша переписка не прекращалась. За это время отец прошел фронтовыми дорогами, под бомбежками, разрывами минуты и снарядов, Донбасс, Южную Украину, Крым, Польшу и закончил войну 9 мая 1945 года в Берлине. Расписавшись на стене поверженного Рейхстага, он продолжил службу в оккупационных войсках на территории Германии, а потом в СССР. Вернулся он домой в марте 1946 года, попав под демобилизацию из советской армии лишь во вторую очередь. С тех военных незабываемых лет мне особенно запомнился один случай. После освобождения Одессы отец перевел нам на Мазульку телеграфный перевод в 500 рублей, которые мы получили на третьи сутки после их отправления. Вот так оперативно и четко трудились работники советской связи в годы Великой Отечественной войны. Кстати, мой отец был профессиональным связистом, поэтому на фронте служил в войсках связи. После этого в сибирской ссылке мы стали регулярно получать от него каждый месяц почтовые переводы по 500 рублей. Конечно, это были не ахти какие деньги, но они поддерживали нас. Потом, когда отец находился уже в Германии, после окончания войны от него пришло несколько посылок с трофейными вещами. Тогда личному составу оккупационных войск разрешалось раз в месяц отправлять домой вещевую посылку. Это шло в счет возмещения того ущерба, который причинили германские войска на территории СССР, и называлось репарацией. Каждый раз, получив от отца посылку, мама выносила вещи на базар и обменивала их на продукты. Следует отметить, что в годы войны на все виды продовольственных товаров существовала нормированная карточная система. Мазульский марганцевый рудник по роду своей деятельности относился к системе оборонной, то есть военной промышленности. В связи с этим он снабжался продуктами питания по особой категории. Так, к примеру, шахтеры-горники получали на карточку в день от 800 до 1000 граммов хлеба, а еждивенцы-дети и старики по 300 граммов на человека. Кроме карточек на хлеб, выдавались также карточки на жиры, сахар и мясо. Наша семья из трех человек получала по карточке 1200 граммов хлеба в день, мама как рабочая жил в Дорцеха 600, а я и моя младшая сестренка Зоя, будучи иждивенцами, по 300 граммов. Жиры и сахар давали по карточкам один раз в месяц с мизерными громовыми порциями. Конечно, это обрекало нас на полуголодное существование, но тем не менее мы жили немного лучше, чем другие спецпереселенцы-калмыки, трудившиеся не в военных отраслях. Среди них смертность от голода и недоедания была очень высока. Поэтому неизвестно, как сложилась бы наша судьба, если бы нас привезли в какую-нибудь глухую деревушку с полуразвалившимся колхозом. И вот однажды в один из мартовских дней 1946 года случилось чудо, к нам в барак явился отец с чемоданом в руке. Солдатское обмундирование бушлат, гимнастерка, галифия и шапка-ушанка были на нем как с иголочки, а кирзовые сапоги начищены ваксой до блеска, на плечах черные погоны с эмблемой войск связи. И когда он возник в дверях нашего убогого жилища, закопченного самодельным светильником, на нас повеяло вкусным запахом хлеба. Таким предстал перед своими домочадцами отец и муж Даржа Эрниновича Люмжинов, демобилизованный воин советской армии. Тогда ему только-только исполнилось сорок лет, но выглядел он намного моложе, годы войны не очень отразились на нем. Хотя он не раз смотрел смерти в лицо и перенес много тягот и лишений, за несколько месяцев мирной жизни его сильный от природы организм быстро восстановился. Он окреп на сытном красноармейском пайке во время службы в Германии и под Москве. Из моих писем, написанных по-калмыцки и потому недоступных военной цензуре, отец знал, что случилось с калмыцким народом и в каком положении оказались мы в Сибири, и надеялся вызволить нас из неволи. На фронте и потом, уже в мирное время, с ним в водной части служил Киргиз Майдун Саркома Фродом из города Пржевальска. Они так подружились, Киргиз и Калмык, что в воинской части их называли братьями. «Майдун был на много лет моложе моего отца, поэтому остался служить в армии и посоветовал ему при демобилизации ехать в Киргизию. Он заранее написал своим родителям, чтобы те приняли его у фронтового побратима, как родного сына, и помогли ему устроиться на новом месте, найти подходящую работу. Отец демобилизовался в марте 1946 года из своей части, которая дислоцировалась в Подмосковье после вывода с оккупированной территории Германии. При оформлении документов он взял направление не в Красноярский край, где находилась семья, а в Киргизию, в Пржевальск, где жили родители Майдуна Саркомова. Но в Москве, на Казанском вокзале, отец передумал и купил железнодорожный билет до Ачинска и в марте 1946 года прибыл на Мазульский рудник. Его появление после почти трехлетней разлуки вызвало у нас неописуемую радость и безмерное ликование. Вместе с нами, естественно, наше торжество разделял и весь калмыцкий хатон Мазульского рудника. «Ведь здесь мой отец был первым, кто вернулся с победой дома и после разгрома фашистской Германии». На третьи сутки после прибытия на Мазульку отец пошел в спецкомендатуру. Он хотел получить у органов разрешение забрать нас и выехать всей семьей в Киргизию, куда ему разрешалось следовать после демобилизации из армии. Однако спецкомендант Мазульского рудника сделал отцу строгое внушение за то, что он в течение трех суток не явился к нему и не доложил о прибытии. Тогда отец подал ему свои воинские документы и направления в Киргизскую ССР. Ознакомившись с бумагами, комендант, несколько озадаченный таким поворотом дела, уже спокойнее изрек, «Конечно, вас, как демобилизованного воина из рядов вооруженных сил страны, мы не имеем права задержать. Вы можете выехать в Киргизию хоть сейчас, но без семьи. Она находится на спецучете в нашем учреждении, относящемся к НКВД СССР, и поэтому ее отпустить мы не можем». Отец некоторое время молчал, как и спецкомендант, озадаченный услышанным. Потом он растерянно спросил, «И как же теперь мне быть, товарищ майор?» На это спецкомендант ответил, «Вы можете приехать в Киргизию и оттуда сделать вызов вашей семье через Москву, обратившись непосредственно в Наркомат внутренних дел СССР. И сколько времени уйдет на всю эту процедуру с вызовом моей семьи?» спросил, «Уже волнуюсь и сильно нервничая, отец». Два года, проведенных на фронте, в дивизиях на переднем крае, давали о себе знать. Комендант, видимо, заметил наметанным глазом такую перемену в настроении посетителя. Он пристально смотрел на отца и молчал. Лишь после продолжительной паузы неуверенно промолвил, «Думаю, что с годик вам придется подождать». Отец резко встал со стула и, едва сдерживая гнев, сказал коменданту, «Я сражался против фашистов, не раз смотрел смерти в лицо, дошел до Берлина, а семья моя страдает здесь, в Сибири. Как это понимать? Почему вы считаете, что ваша семья здесь страдает?» спросил комендант, вызывающий, глядя на отца. «Я сам вижу, в каком тяжелом материальном положении и не менее тяжелом моральном состоянии она находится, уже не сдерживаясь», громко сказал отец. «И я не могу их оставить». «И что же вы хотите?» спросил комендант, кривя губы в усмешке. «Я, как коммунист, решил остаться с семьей». Сказав это, отец резко, по-военному, повернулся и покинул кабинет спецкоменданта, не попрощившись. Выйдя из душного, прокуренного помещения на улицу и глотнув чистого морозного воздуха, он почувствовал себя опять бодрым и здоровым и тотчас же успокоился. Ему стало окончательно ясно, как надо поступить по совести. Он не мог совершить предательство по отношению к кому бы то ни было, тем более к своим близким. Война научила его однозначно относиться к этому черному делу.